Мы вновь приветствуем наших зрителей. В эфире ежедневный выпуск программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. О событиях Рязани вам, как всегда, расскажут мои коллеги. Главные новости на сегодня. Виновата зима. Зампред регионального правительства оценил весеннее состояние дорог. Лед тронулся. Ледяная корка Саки сошла раньше времени, опередив график более чем на месяц. Я тигренок, а не киска. Сотрудник передвижного цирка вывел на прогулку по парковке у торгового центра своего подопечного трехмесячную тигрицу. Первый зампред регионального правительства Шаукат Ахметов по просьбе журналистов оценил весеннее состояние дорог. И отметил, цитирую, что дороги в Рязанской области и особенно в Рязани сейчас находятся в ужасном состоянии. Такую ситуацию чиновник объяснил в первую очередь погодой, заметив, что прошлую зиму дороги выдержали лучше. Также Ахметов упомянул отсутствие ливневой канализации и устаревшие на сегодняшний день технологии, которые использовались при строительстве дорог. Подробности узнаете из нашего первого сюжета. На брифинге была затронута тема вынужденного ремонта дорог. На многих участках в Рязани и области ямы просто засыпают щебнем. Многих автомобилистов такой метод не устраивает. Но первый зампред правительства пояснил, что данная мера является вынужденной и, помимо всего прочего, временной. Я сам не сторонник ямочного ремонта, особенно тех технологий, которые сейчас иногда используют дорожные службы по засыпке ям щебнем. При этом известняковым щебнем. Это, естественно, никудышные работы. Это вынужденные меры. С другой стороны, потому что в дорогах такие большие ямы, что там, особенно под водой находят, есть большие риски потерь автотранспорта, который используют наши автолюбители. Еще раз говорю, это вынужденные меры. Это разовые меры. Это не системный характер. И прошу обратить внимание всех слушателей наших, телезрителей, жителей Рязани о том, что мы никогда не приветствовали и не будем приветствовать такие виды работы. По заявлению Шауката Ахметова, в ближайшие дни на дорогах Рязани начнут работать не менее 14 ремонтных бригад. Ремонт дорог ожидается на улицах Новая, Зубково, Черновицкое, Молодцово. Капитальный ремонт ожидает путепровод на улице Есенина, ввиду его плачевного состояния. Одна полоса на мосту будет перекрыта до конца капитального ремонта. Не исключается вариант полного перекрытия моста. К сожалению, основные конструктивные элементы уже устали, требуют замены или усиления их. Компетентные организации провели обследование конструкции, предложили нам проектное решение, мы их рассмотрели на техзавете, одобрили. В ближайшее время аукционы будут проведены. Подрядная организация, которая выиграет аукцион, должна будет нам в течение летних периодов месяцев провести соответствующиеся ремонтные работы и обеспечить нам движение безаварийное, удобное движение автотранспорта для всех видов транспорта. Первый заместитель председателя отметил, что уже за отремонтированными дорогами ведется постоянное наблюдение. В случае, если дорога начинает разваливаться до окончания гарантийного срока, подрядчик обязан за свой счет отремонтировать проблемный участок. Температурные рекорды побиты. Ранее оттепель унесла ледяную корку с оке в небытие. Лед на реке тронулся на месяц раньше обычного. По прогнозам Главного управления МЧС России, в ЦФО начавшееся повышение уровня воды на оке будет наблюдаться и в ближайшие пять суток. Анна Герцовская расскажет об этом более подробно. Уровень воды в оке непрерывно растет. Ранним половодим удивлены не только обычные горожане, но и представители метеостанций. Специалисты говорят, что предсказать дальнейшее развитие ситуации с таянием льда проблематично, потому что сейчас этот процесс идет с отклонением от нормы. Поэтому и разлив реки, а также его прогнозы специалистам приходится оценивать буквально на ходу. На оке ледоход наблюдается второй день, вчера со второй половины дня пошел ледоход. Это значительно раньше сроков, даже пока трудно сказать, насколько. Ну, по крайней мере, недели на две точно. На Мокше отмечено также нарушение сплошности ледостава. Появились закраины, неполный ледостав. А на малых реках, таких как Гусь, Трубиш, Пра, Пет, Верда, освободились полностью от льда. И все же, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время активного таяния снега и большого подъема воды не ожидается. Как пояснили специалисты, последнюю неделю регион находился под воздействием мощного антициклона, который принес с собой теплую весеннюю погоду. Однако сейчас ожидается смена этого антициклона. Он уходит на восток, освобождая место европейскому антициклону, который сейчас обеспечивает жуткую погоду в Европе. Там и там страшные дожди и прочее, прочее. А вот антициклон приходит к нам на смену и принесет нам похолодание. В связи с этим уже на следующей неделе ожидается усиление морозов до минус 3-7 градусов. А днем температура будет держаться на уровне 0 градусов. Именно исходя из этих прогнозов, синоптики могут делать вывод, что резкое таяние снега в регионе прекратится. Однако, несмотря на это, в работу по защите граждан от происшествий, непредвиденных ситуаций, связанных с разливом реки и таянием льда, уже активно включилось в Главное управление МЧС России Паризанской области. Подразделения готовы к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления. Организованы пункты временного размещения, налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросу приема граждан в случае необходимости в лечебные учреждения. В настоящее время сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС постоянно проводят контрольные объезды территорий. Организована информационно-разъяснительная работа с населением. В четверг, 10 марта, рязанцы опубликовали в сети видео и фотографии, на которых некий мужчина возле одного из крупных торговых центров нашего города выгуливает тигренка. Хищник был на длинном поводке и без намордника, а человек, сопровождавший его, по словам очевидцев, был не трезв. Пытавшимся поиграть незнакомцам, тигренок не отвечал взаимностью и всячески пытался отделаться от назойливых зрителей. Откуда столь экзотическое для наших широт животное взялось на парковке торгового центра, долго гадать не пришлось. Рядом гастролирует цирк «Корона». Марина Комиссарова разбиралась в ситуации. Вопрос, как мужчина с тигром на поводке оказался на парковке торгового центра, сразу возник у всех, кто на тот момент был поблизости. Александр, который назначил здесь встречу с другом, сразу достал телефон и стал снимать. С целью впоследствии применить видео как документальное подтверждение увиденного. Я снимал ради того, чтобы выложить и поднять вопрос, почему человек в алкогольном опьянении с тигром на поводу ходит. Вообще с тигром. Ну, с тигрицей, там, мог быть и медведь на тот момент. Ну, дело в том, что мне больше не его жалко было, а то, что тигренок мог просто вырваться и побежать по колесам. Потому что машины дрифтуют часто, и кто-нибудь мог не заметить его. По словам свидетелей, тигренок истощенный и грязный, совсем не хотел общаться с окружающими. А вот мужчина, который его привел, как раз активно предлагал потрогать, погладить и даже сфотографироваться с животным. За плату. Стоимость экзотического селфи с хищником назначил в 50 рублей. Я когда подошел, на тот момент включил камеру телефона, вот, он игрался с тигрицей. И в итоге получилось, что он получил рану, когда тигрица его лапой задела. То есть он начал от нее отходить, она лапу вверх подняла и задела в сгубу. Вот, в принципе, и там тоже на видео есть, когда он просит салфетки, говорит, есть салфетки. Вот, в принципе, потом люди нашли салфетку, ему дали. На ситуацию сразу отреагировали рязанские зоозащитники, которые уже давно обозначили свою позицию относительно передвижных цирков, где животных содержат в совсем неподобающих условиях. Естественно, это нарушает не только этические, но и ветеринарные, какие-то санитарные нормы. То есть, насколько мне известно, пользователь, который выложил видео, там, его и тигр этот укусил. Поэтому наша, конечно, реакция такая, что это недопустимо. В цирке разговаривать с нами не стали. Здравствуйте, телекомпания. Подскажите, пожалуйста, нам бы хотелось получить комментарий по поводу прогулки ваших сотрудников. Никаких не даем. Однако в одном из интернет-изданий в конце дня появилось сообщение о том, что директор цирка наказал сотрудника финансово и физически. Трехмесячная тигрица не пострадала. Хочется верить, что сотрудникам цирка под хорошее настроение не придет в голову выгулить взрослого тигра. В Рязани живет много любителей прикоснуться к экзотике. И большая кошка. Заиграться может, знаете ли. Сменим тему. Жители дома номер 8 по улице Братиславской сталкнулись с типичной для весны проблемой. Снег по мере своего тайния оказался в квартирах верхних этажей. Роман Дворецков побывал в гостях у владельцев злополучных квартир. Он в своем сюжете расскажет обо всем подробнее. В этом году весна началась раньше привычного. С каждым днем погода на улице становится теплее и снега уже практически не осталось. Однако не все жители города рады ранней весне. В доме номер 8 по улице Братиславской уже второй год подряд жители последних этажей постоянно заливают талой водой. Началось у нас с прошлого года. С такого же месяца, с марта месяца, начало таяние снега, у нас потекла крыша. Куда мы только не обращались, кому мы только не звонили, никто к нам не приходит. Пришел мастер, конечно, пришел, фотографировал, все нам показал, значит, и у нас есть фотография эта. Сказал, у нас там нет весна, высохнет крыша, и мы тут же вам все покроем. Но, как видите, ничего нам не сделали, не покрыли, ничего они и не хотят, и не приходят. До начальника не дозвонится, секретарь не допускает, телефонную трубку берет, то у него совещание, то у него еще. Помимо этой проблемы, жители последних этажей вынуждены закупаться свечами. Регулярное отключение электричества вошло в будничную норму. Буквально пару дней назад семья Галины Михайловны жила в кромешной темноте почти сутки. Проводка в квартире оказалась повреждена, а специалисты из обслуживающей компании лишь развели руками, мол, мы ничем не можем помочь. Во время дождей прошлой осенью с такой же проблемой столкнулись соседи Галины Пресняковой. Значит, поток свет, спокойно, значит, ну ждем, вдруг поток, вот так, как всегда, отключили и все. А потом я взяла и выглянула на площадку, свет горит. Тогда к соседям звоню, у всех свет горит, только у нас нет. А шел очень сильный дождик. Посмотрели, а там льется вот на этаже, который стоит вот на площадке, где распределительный весь щит, да? Муж туда как глянул, там вообще ручьем, он наверх слазил, там все льет. Что делать-то? Сидим, вот холодильник пришлось все вытащить куда-то, ужас какой-то. После беседы с жильцами уже на выходе из подъезда наша съемочная группа встретилась и пообщалась с рабочими из управляющей компании, которые заверили жильцов, что приступят к работам сегодня же. Остается лишь надеяться, что в этот раз крыша будет приведена в порядок. И с такими проблемами дом номер 8 по улице Братиславской больше не столкнется. Небезызвестным фактом является сложная ситуация, сложившаяся на рынке труда. На 50 юристов сегодня приходится одно вакантное место. Это 30 человек на место экономиста и при этом катастрофическая нехватка инженерных специальностей. Сегодня одной из главных задач школ, вузов и СУЗов становится ориентирование старшеклассников в выборе будущей профессии. Ребятам нужно показать и подсказать преимущества обучения на тех или иных факультетах. В Политехническом университете сегодня провели очередную встречу со школьниками. Радует, что некоторые из них уже определились с выбором профессии. Подобные встречи со школьниками руководство и преподавательский состав Политехнического университета проводят регулярно. Такую работу здесь считают важным направлением деятельности. Именно от того, насколько правильный выбор вуза сделает выпускник, зависит и его дальнейшая судьба, и ситуация на рынке труда в целом. Наша задача сегодня убедить школьников и родителей, что будущее России за инженерами. Я им примеры привожу, что на 50 юристов одно вакантное место, на 30 экономистов одно вакантное место, а инженеров сегодня не хватает. И чтобы поднять наш станкозавод, оборонка, которая сегодня дает хорошие заказы на наших оборонных предприятиях, нужны высококвалифицированные инженеры. А инженеров готовят в чистом виде только в Политехническом институте. И мы гордимся, что та бирка, когда вы сегодня заходили в Политехнический институт, оно соответствует направлениям нашей подготовки. В Политехническом университете работа со школьниками ведется систематически. Школы юных физиков и математиков действуют на базе вуза бесплатно, абсолютно для всех желающих. Кроме того, особенно увлеченные и талантливые ребята могут посещать занятия в творческих мастерских по 3D-моделированию и по основам архитектурной графики. Я пришел в этот институт, давно хотел сюда сходить, узнать, как тут все обустроено, какие здесь преподаватели, как обучают. Мне пока не нравится все. Подобная профориентационная работа со школьниками – одна из приоритетных задач в образовании. И решением ее вплотную занимаются в Управлении образования администрации города Рязани. Мы стараемся искать новые форматы, интересные коммуникации как с предприятиями, так и с вузами города Рязани. Мы стараемся повысить эффективность этих мероприятий и ищем новые формы, которые будут интересны непосредственно нашим школьникам, которые будут способствовать профессиональному самоопределению нашей молодежи. И что немаловажно, чтобы школьники наши сегодня были ориентированы на потребности регионального рынка труда. Поскольку зачастую складывается такая проблема, что выпускники вузов наших, рязанских, не востребованы. По той или иной причине, что в школе до них не довели информацию, либо родители, опять же, влияли, способствовали выбору ребенка профессии. И у нас рынок труда, к сожалению, бывают востребованные профессии. И школьники немного неправильно сориентированы. Деятельность Политехнического университета по работе со школьниками – хороший опыт, который позволяет и вузу выявить наиболее талантливых учеников, и ученикам заранее познакомиться со спецификой обучения и не допустить ошибки во время принятия одного из главных решений в жизни. Метод кнута и пряника до сих пор остается актуальным. Сотрудники автоинспекции в своей работе используют его нередко. Вот и сегодня они провели очередной рейд с целью не только выявить нарушителей, но и поощрить законопослушных автомобилистов. Сегодня в городе прошла акция «Спасибо от инспектора». Каждый законопослушный водитель, пропустивший человека на пешеходном переходе, получал от инспекторов дорожного движения печенье в подарок. Акция «Спасибо от инспектора» направлена на то, чтобы еще раз напомнить водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения. Только сегодня водителей наказывают не рублем, не выписывая им административный штраф, а наоборот поощряют положительные поступки со стороны водителей и угощают их вкусным печеньем. Только за два прошедших месяца в результате наездов на пешеходов пострадали более 60 человек. Даже несмотря на профилактические мероприятия, такие ДТП происходят достаточно часто. По мнению автоинспекторов, такие подарки в виде сладостей помогут изменить ситуацию на дороге. Это все новости, которыми мы с вами успели поделиться. Завтра мы вновь выйдем в эфир и подведем итоги прошедшей рабочей недели. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго! Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин